Сегодня мы с вами поговорим про 119-ю страницу трактата Шаббат. Еще одна страница, где очень много разной информации, в основном полуагодическая, но многое из того, что мы делаем, практический холохот, тоже выходит из этих страниц. И многое из того, что здесь рассказывается, вы уже слышали. Я немножко суммирую некоторые идеи. Во-первых, идея, что следует к субботе что-то сделать. Вообще, вот как мы встречаем субботу, даже песня, которую написал Раби Шлома Алкобец, у нее столько есть разных мелодий, в каждой синагоге, в разные субботы разные мелодии поют. Лиха доди, лекрат кала, идея бой и хала, бой и хала. Здесь тоже она упоминается. И не только здесь, как один из мудрецов, говорится, Раби Йонай одевался в особой одежде, выходил и говорил бой и хала, приходи невеста, приходи невеста. Это суббота, особенно вечер субботы по Кабале, именно связан со сферой Малхуд, с женским началом. Говорят, что Захор и Шамор связаны с двумя частями субботы, днем и ночью, с женским и женским началом. Вы помните, мы говорили насчет того, какую из хал ломать. То, что Рыма написал, что вечером ломать, в ночную трапезу ломать именно нижнюю халу, это тоже супротив этих учений. Хотя, большинство кабалистов с этим не согласились, но эти учения, они тоже по Кабале. То есть, Рыма, вообще-то, халахический авторитет, он иногда использует учения Кабалу. У него даже есть свои комментарии к Зухару, он занимался Кабалой тоже. И в том числе, вот, идея, что именно нижнюю халу ломать в субботу ночью, супротив женского начала, да, а верхнюю халу ломать в днем субботнем, да, супротив Захор. В всяком случае, вот здесь, значит, наступление субботы сравнится с невестой, как приглашают, встречают невесту. И, между прочим, по Аризалию идея была бы в идеале это делать на улице даже. Я знаю, что сейчас это все трудно в больших городах, но вот в Кабале, да, в писаниях Аризалии идея, что это вот поле именно ассоциируется с теми же, да, с хакальтапухим, какая-то, кодишин, да, святое поле с яблонями. В общем, идея, значит, выйти именно в поле и встречать субботу. Некоторые, кто живут вне города, могут и сейчас, в принципе, это сделать по Аризалию. И вот здесь упоминается, что следует что-то к субботе сделать. Очень важно, да, каждому человеку как-то участвовать в приготовлении к субботе. В те времена было немало богачей, которые вообще ничего не делали никогда. Ну, если они мудрецы ТОРа, они занимались ТОРой, но, во всяком случае, физическую работу пояснику не исполняли. У них было достаточно прислуги. Но вот для субботы каждый старался сделать какую-то работу, даже простую какую-то работу, кто дрова наколит, кто еще что-то. Сегодня очень многие мужчины приготовляют свечи, которые сжигает их жена. Сегодня совершенно очевидно, что если человек женат, то у женщины основное право на сжигание свечей, и это ее привилегии. Но и мужчине хочется как-то участвовать в этом, поэтому он старается приготовить хотя бы свечи. И, соответственно, пишет это все шухонарух, что не следует гнушаться простой какой-то работой, или даже грязной работой, вынести мусор перед субботой, все, чтобы к субботе было приятно, вкусные запахи, не валялся мусор, не было. Все, что было к субботе идеальным образом. Следующее обсуждение насчет уважения субботы, насколько это важно, как все от этого зависит, и вообще жители, говорится, от чего богачи получают свое богатство, пытаются тому допъяснить, что в земле Израиля это за то, что они отделяют десятину, как положено, в Бавилоне за то, что уважают Тору, а в других землях за то, что уважают субботу. Интересно, да? В Бавилоне больше Торой занимались, а в других местах хотя бы потому, что, да, там, видимо, не так, не было таких хороших академий Торы, но, во всяком случае, они уважали субботу из-за этого сегула, что станет богатым. И вот очень важно субботу всячески уважить, насколько возможно. Тут не бывает слишком, да, если много человек, например, разных сортов рыбы покупает, или что-нибудь такое, то все это вот из этих сухи, из этих историй, много из этих историй хорошо известны, многие из них опубликованы с картинками для детей тоже, там, про Йосефа, который уважал субботу, я сейчас не буду в это вдаваться, многие уже слышали эти истории, вот это все отсюда взято. И следующее говорится, а вот что делать людям, да, как им уважить субботу, то есть они каждый день вкусно кушают, да, но сегодня очень многие могут себе позволить любые виды пищи и любые явства каждый день. Так чем субботу отличить от будних дней? Так совет, который дает Талмуд, это отличить тогда время трапезы, да, сдвинуть времена трапезы. На самом деле так получается, что в субботу мы едим обычно не в те же времена, как в будни дни, в любом случае, да, хочешь не хочешь, так обычно у нас получается. Утренняя трапеза позже обычного не завтрак, да, вот вторая трапеза, которую мы едим после молитвы, она обычно позже получается. Ну, кроме тех, кто молится в Атикин, но тоже многих, да, еще, когда приходят домой, еще жена спит, поэтому получается, что основная трапеза в другое время. И сдвинутые трапезы, это тоже этим, как бы, отличаясь шаббат от буднего дня. И, с другой стороны, обратное, да, что, говорится, Иерусалим был разрушен, в том числе, за то, что не соблюдали в субботу, да, как что-то центральное, центральный аспект иудаизма, это именно шаббат. Опять же, какие-то истории рассказываются про людей, которые так уважали в субботу, и какую они получили награду за это. Это, вот эта известная агада, на базе которой построен пиют шалом-алейхен, да, что два ангела человека провожают после молитвы в шаббат вечером, и если они видят, что все хорошо, стол накрыт, свечки горят, все красиво, аккуратно, тогда они обязаны благословить его. И хороший ангел говорит, да будет так и на следующий раз, и плохой ангел обязан ответить «Амин». А если наоборот, там все еще, ничего не готово, хаос дома, беспорядок, то тогда наоборот, плохой ангел говорит, да будет так и на следующий шаббат, соответственно, хороший должен ответить на это «Амин». Вот. Также здесь упоминается важность еще одной трапезы. Вот мы говорили про три трапезы в субботу, и то, что у нас халаха, что всего три трапезы, а не четыре, как рабихитка, и как важно именно третью трапезу выполнить, потому что третья трапеза, она показывает именно, что человек ест ради Всевышнего, ради Митсу, потому что две трапезы в те времена ели каждый день, в любом случае. Обычно в те времена люди ели дважды. В первой половине дня, и вечером уже, когда темно. Поэтому в ночь на субботу, и потом утром или днем, когда едят, в этом ничего особенного нету. Это и в будние дни обычно так ели. А вот третью трапезу, это особо показывает человек, что он Митсу делает этим. А здесь говорится про еще одну четвертую трапезу, уже после субботы. Это то, что мы называем Милавы Малка, провожание как бы субботы в данном случае. И это тоже важная трапеза. Она не такая же важная, как предыдущие три, но тоже пишут, что это важно. И Шухонарх целый Симон, целую главу посвятил ей в каком-то смысле. Говорится, что даже если человеку только он может съесть к заят, все равно пусть сделает Милаву Малку и съест к заят хлеба. То есть желательно сделать хлебом эту трапезу. Если невозможно, то опять же можно поесть что-то другое. Но желательно именно кусочек хлеба съесть. А были мудрецы, которые специально делали, там был один мудрец, который специально, тогда же не было холодильников, и приходил, чтобы свежее что-то получить, новых резать животных. Так он специально, они резали теленка, чтобы сделать вкусную трапезу. Четвертую вот эту Милаву Малку, да, в Моции Шаббат. И есть очень много групп хасидов, у которых тоже это особая вещь, они собираются вместе. Есть даже группы, которые хотели разрешить, у нас же обычай, в общем, не есть мясо, начиная с начала Ава, до 9 Ава. Но были мудрецы, которые хотели разрешить есть мясо в Милаву Малку, так же, как в саму субботу разрешено есть мясо, и нужно есть мясо, это митсва. Так же и в Милаву Малку, так как, если каждый раз едят мясо, то разрешить даже в эти 9 дней. Другие мудрецы с этим не согласились, и принято считать как строгое мнение. Но просто вот идея такая, что Милаву Малку, это очень важная трапеза, и нужно ее сделать важной. С другой стороны, часто мы такие сытые, особенно летом, когда недавно ели третью трапезу, Милаву Малку очень трудно выполнить, поэтому многие люди не могут практически сделать настоящую трапезу, но если они могут хотя бы к заяц хлеба съесть, вот такой вам совет. Помните, в Советском Союзе, для тех, кто моего возраста или старше, люди, которых не было особенно денег, или не было, были причины какие-то на это, что они не могли в какие-то ситуации купить себе торт или пирог, мы покупали просто булочку, намазывали маслом, и сахар сыпали, это было, получалось, по вкусу, как пирожное почти, хотя стоило очень дешево, хлеб и булки в Советском Союзе были очень дешевые, государство их субсидировало, и по статусу, по еврейскому закону у всего этого статус хамоций, даже френч-тост, то, что называется, когда берут, например, кусок хлеба и жарят на сковородке и поливают при этом сиропом каким-то или медом, это тоже все хлеб. Не хлеб, это то, что изначально испекли сладким, пряник какой-то или торт, а вот то, что было хлебом, его уже не хлебом сделать трудно, поэтому, если большой кусок хлеба просто помазали с медом или маслом с сахаром и тому подобным, то по вкусу он как пирог, а по статусу как хлеб. Поэтому можно, получается, выполнить заповедь малой малки, как будто съешь кусок пирога, но сделаешь при этом хамоций. Поэтому те, кто совсем хлеб не ездит в горло, но сладенькое обычно это есть силой, поэтому можно вот так вот взять кусочек булочки, или халы оставшиеся, и поесть ее с медом или с чем-то, что сладкое. Но если невозможно, то невозможно. Кстати, был случай, когда бельгинский гаон, говорят, очень плохо себя чувствовал, не мог съесть млава малку, и его тошнило. Так ему потом стало легче к концу ночи, еще рассвет не начался, но уже это было больше, после полуночи. И он тогда сказал, что ему принесли, и он съест млаву малку. Потому что он видел в этом митсу, как я сказал, здесь не только вопрос наслаждения, да, это, конечно, в идеале, это все для наслаждения, да, на ночь суббота, но он видел в этом митсу, даже когда ему не легко было это съесть, но он, в самом случае, уже не тошнило, он мог съесть кусочек хлеба, так он сказал, проверьте, что еще не расцвело, и попросил, чтобы ему дали кусочек хлеба, чтобы он выполнил заповедь. Еще был случай, тоже рассказывают про его жену, она же была тоже святая женщина, да, жена как муж, она много постилась, вот, сегодня это не советует, я не говорю, что она в этом была святая, конечно, и святость заключалась в основном не в этом, но в том числе, тогда было принято у праведников много поститься. Она однажды взяла на себя пост на все шесть дней недели, представляете, то есть сразу после субботы, чтобы поститься шесть дней, и ей в Вильнюсской голове сказал, что аннулируй это, потому что тогда ты не сможешь есть маломамалку, это важнее, то есть чем поститься шесть дней, лучше поесть маломамалку, видите, как просто, иудоизм не требует каких-то особых жертв в обычных случаях, при обычной жизни, да, когда это не такие испытания, как во время Холокоста Хасвиша, или там при Сталине, при Сталине, в эти времена, в обычное время от нас не требуются такие самопожертвования, наоборот, если будешь есть, пить ради Всевышнего, это самое лучшее, ничего не требуется, чтобы человек много постился и мучился, больше, да, Тикун, говорит Вильнюсский голове, если съешь маломамалку, как положено, если будешь поститься шесть дней, вот, такие важные концепции, и на этом мы на сегодня закончим, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok